очень плотная поддержку дмитрий михалиде здесь но и конечно стоит отметить что пётр ян который в свое время стал чемпионом юси в этом году сделал все возможное чтобы парни из омска начали очень активно участвовать в хороших и статусных турнирах но вот здесь какой вопрос я хотел бы с тобой обсудить коллега одиниться ломаткин все эти турниры кроме рсси которых он выступал и где даже побеждал это достаточно такие ну нельзя назвать турнир не серьезные ну скажем рейтингом немного ниже чем рсси дмитрий михалиде очень активно выступает под эгидой этого промоушена и опыта у него немного больше вот как на твой взгляд ты считаешь в этой ситуации можно назвать бойцов принципе равноценными исходя из того количества коллега я понимаю про что ты говоришь но при всем при этом пять побед при одном поражении это в принципе достаточно серьезные рекорды мы видим что пока саламаткин начал достаточно уверенно именно он хочет показать что именно тот опыт который у него есть даст ему возможность и приведет его к победе он показывает что он хозяин здесь в клетке посмотрим как с этим справится сам михайлиди и парни решили нам подарить неплохое начало в стойке причем сначала в доминирующем стиле начал работать денис саламаткин но левый боковой от михайлиди поразил дениса не снова смотрите правым лоу киком денис саламаткин очень часто тревожит все-таки дмитрия михайлиди но михайлиди сам пытается также работать и попытка перевода в партер кстати мы видим от михайлиди пытается он забрать переднюю ногу своего соперника удается ему это сделать но и такой яркий тейкдаун как наверное хотелось бы но несмотря при всем при этом и он его оформляет и очень активно бар не работают но понятно что это начало всего полтора минуты прошло в первом раунде тем не менее посмотрите как внимательно крайне активно работает дмитрий михайлиди пытается показать то что он заряжен то что он готов это же он да и он сразу же попытался изменить ход поединка у него не все получалось стойки и он немножко да сразу же сразу же немножко изменить ход поединка вас алматкину ничего больше не остается делать как только вязать видим что пока он не успевает подняться из этого положения и дмитрий здесь контролирует ситуацию вот так вот и чередует свои удары то в голову то в туловище дмитрий михайлиди достаточно стандартно показывает такую определенную активность при этом остается в гораздо выгоднее ситуации чем его соперник вопрос том насколько сможет вот так вот все-таки дмитрий михайлиди проконтролировать вот в таком положении или улучшить его до конца первого раунда либо дмитрий саламаткин сможет выйти между тем рефери призвал к активности бойца ну конечно в этой ситуации хотелось бы либо да либо активность либо вставать обратно стойку потому что так хорошо начать коллега я знаю что ты больше любишь конечно же смотреть поединке в стойке и я думаю в этом не одинок я думаю что здесь большинство в ритмском зале академии ненаборства но тем не менее михайлиди продолжает неплохо накидывать саламаткин наносит определенный ущерб своими вот этими быстрыми короткими вроде но очень акцентированными ударами сверху и снова рефери повторяет это слово активней оттягивается немного михайлиди пытается выпрямиться ну достаточно молодой спортсмен выходить только-только начал свою профессиональную карьеру и занес уже рассечение михайлиди мы видим призывает его еще немного поработать полторы минуты кровь ручьем льется и скорее всего это один из ударов локтем и продолжает в это место бить михайлиди понимаешь что дмитрий понимает что это при определенное преимущество и конечно же продолжает наносить ущерб первая такая кровь достаточно серьезно за сегодняшний турнир в клетке тяжело сказать насколько серьезно само рассечение но крови мы видим очень много в данный момент минута до завершения первого раунда продолжает михайлиди в доминирующем стиле проводить этот отрезок и я скажу что для дмитрия это достаточно достаточно неплохая скажем так ситуация и если до конца первого раунда он не даст своему сопернику все-таки подняться и у дениса не получится это сделать это серьезная заявка забрать первый раунд судейским решением тем временем саламатки немного активизировался работает обеими руками но такой достаточно безуровное действие понимаю что не так сильно попадает нам по голове дмитрия михайлиди не так сильно наносят ущерб эти удары при всем при этом саламатки на что-то нужно делать михайлиди продолжает работать в свойства его манере первого раунда попадает в то же самую точку задерживаю рассечение и остается 15 секунд у нас попытается мне кажется активизироваться михайлиди чтобы окончательно закрепить за собой первый раунд слышим сигнал оканковки а вот тут смотрите что-то произошло очень серьезно рассечение открывается головой в партере внимательно суди а вот так вот получает ничего минус балл здесь дмитрий михайлиди если нас сейчас режиссеры порадуют этим моментом нам бы хотелось увидеть рассечение мне кажется очень большое повторный удар головой в партере первый раз получил замечание 2 смена с балл и вот та ситуация по интересно получается когда михайлиди будучи явным фаворитом в этом раунде согласись наносит скажем так удар который приводит к минус балла и достаточно серьезного рассечения всего он получил свое за это все спокойно все угол ворок себе давайте послушаем сейчас показываю снимает бойца соревнований очень глубокое рассечение соответственно ввиду нарушения получает красный угол не сделаем то что он доминировал значит но контест и вот какое интересное решение нам предлагает вячеслав киселево цене в углу не может продолжать силу того что было бы все слишком сильный урон синему углу этот боя и является несостояние состоявшимся абсолютно верно получает михайлиди при своем безупречном рекорде единичку данная как а я просто но у контест так и будет этот бой считается его но не будет занесен в статистику ни тому ни другому бойцу да и смотрите на повторе какое серьезное действительно большое рассечение и доктор останавливает ввиду невозможности достаточно интересная такая даже редкая даже история обращается на конкурсе не отнимается спорят нет больше числа ну значит диспетчер там сечка огромная что вот такая у нас небольшая пауза в академии рмк суть вам объяснили уже да и бой признан несостоявшимся давайте еще раз напомню для тех кто только что к нам присоединился дмитрий михайлиди с денисом соломаткиным михайлиди нанес запрещенный удар головы в партере как результат сначала было предупреждение во втором эпизоде вячеслав киселев снял бал ну и как результат один из таких ударов точнее вот заключительный как раз привел к очень тяжелому рассечению мы видим как раз и пытаются это рассечение сейчас немножко как-то закрыть чтобы она не кровоточила и денис соломаткин не может просто продолжать в дальнейшем поединок сегодня подкинул михайлиди работу катманом но я думаю что николай клименко который следит за турниром прекрасно понимает что это все так просто не закончится это будет реванш какой-то дальнейшее развитие событий будет эта пара я кажется еще сойдется потому что у хорошего стороны рассечение локтем а с другой стороны рассечение головы а вот смотрите кстати у людейского салопатки посмотри говорили медленный повтор идет и судьи рассматривали сейчас денис соломаткин говорит о том что никакого удара головой ты и не было но я думаю что это он так на эмоции говорит я думаю что если нас режиссеры слышит они еще раз нам покажут какой-то повтор это было бы очень интересно посмотреть да на экранах потому что если это было случайное столкновение головой тогда победил а вот кстати смотри вот именно тот момент возможно и мне кажется что тут удар головой кстати присутствовал слушай но с другой стороны а возможно наносил где-то у вас отрыв вспомни первый раунд весь и михайлиди оттягивался специально резко для того чтобы набрать амплитуды для того чтобы нанести удар абсолютно верно при всем при этом решение судейский корпус уже принял и мы просто ждем официального объявления я думаю что интересный момент который можно в принципе будет потом разобрать судьями а уважаемые дамы и господа итак в этом бадью победу ввиду дисквалификации соперника одерживает и винар по дисквалификации денис соломатки а